всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду этим летом мы семьей устроили себе поездку по материковой испании ролики на канале уже есть а может еще будут не знаю в каком порядке буду видео выкладывать какой-то в мадриде пошли пообедать в один японский ресторан там было все очень красиво довольно вкусно и вот одно блюдо из самошнего меню я решил сегодня приготовить и вам показать она готовит очень быстро просто да и с ингредиентами я особых сложностей не вижу это не особо с креветками если верить википедии блюдо китайской японцы вы только позаимствовали и так нам понадобится понятно лапша из пшеничной муки яичная я для большей аутентичности взял японскую или китайскую креветки сырые купил чищеных замороженных уже разморозил лук репчатый перец сладкий морковь имбирь кунжутное масло соевый соус вустарский соус и сладкий чили соус да не будет вас кунжутного масла не морочь себе голову берите любое растительное без запаха а будет конечно не совсем то но все вполне съедобно да и вустовский по большому счету нужно брать именно японский я такого не нашел хотя и объехал целую кучу специализированных магазинов поэтому взял обычный лин перенс да и важное вступление для ценителей точности несмотря на то что соба это гречневая лапша и яки соба готовится из пшеничной и яично-пшеничной тюка соба так с определения разобрались давайте приступать для начала надо подготовить овощную часть потому что готовится все очень быстро поэтому сначала нарезаем потом обжариваем режем все брусочками и лук морковь и перец сладкий и имбит отлично а теперь все делаем очень быстро хорошо разогреваем масло в посудине предполагаю что луки на мощной горелки готовить будет удобнее параллельно кипящую воду подсолить и выложить лапшу вариться а в раскаленном масле готовим по сути стир-фрай то есть до полуготовности на сильном огне обжариваем овощи сначала куча морковь и лук-имбирь а вот перец сладкий выложим попозже потому что во первых он готовится значительно быстрее чем остальные овощи если его сразу положить то концу готовки он расположен в кашу а во вторых потому что слишком много сока дает и овощи вместо обжарки тушиться начнут а вот теперь можно сюда и креветки отправить их слегка подрумянить а затем уже можно будет и соусы сюда пихать понятно что креветки штука очень нежные и очень важно их не передержать учитывать что им еще и вместе с перцем жарится да и с лапшой тоже поэтому соуса добавляю буквально через минуту после того как креветки выложили и вместе соусами даю креветкам прогреться еще минуту-две вот в этой раскаленной посудине и перец сюда весь и сразу же перемешать огонь все это время самый-самый сильный помню да что пытаемся добиться температур как в оке кстати лапшу уже можно бросить на дуршлаг и сюда ее активно перемешиваем и обжариваем все вместе чтобы лапша впитала себя вкус и ароматы и соус тоже важно не варить лапшу до полной готовности она вся в воду впитает и соус вобрать уже не сможет доходить до готовности ваша полусваренная лапша будет уже в соусе вместе с овощами все выглядит уже замечательно пахнет еще лучше значит пора сервировать и садиться за стол так сначала креветочку тащу классно естественно чем крупнее тем вкуснее ну даже такие очень даже ничего на теперь лапшу как блюдо цепи чтобы не свалился слушайте это имбирно это остро это сладко это солено обалденное сочетание я думаю что с японским русским соусом будет еще лучше для упрощения посмотрите в крупных супермаркетах должен продаяла продаваться соус якисобы называется когда вообще ничего смешивать этих не надо одним соусом фигачить да и получаете улётно сладкий перец лук тоже для сладости овощи не размягчая они сверху мягкие а в нори такие по хрумтовые дайте хрум хрум такие прям классные просто супер мне очень штука понравилась в этом ресторане японском и поэтому я думаю что надо почаще готовить соуса лучше готовить побольше когда он так классно обволакивает эту лапшу она так пропитывается этим вкусом просто супер короче это быстро и вкусно остров необычно это наверное предполагаю все-таки какой-то не классический вариант якисобы потому что я этот рецепт увидел посмотрел в мадридском японском ресторане несмотря на то что это мадридский ресторан был очень хороший караточный готовит там по моему все японец ну думаю что возможно этот вариант якисобы был немножко настроен на европейские вкусы возможно там в японии даже в китае еще готовится немножко по-другому но вот то что попробовал мне понравилось и я надеюсь если вы приготовите понравится и вам да и напоминаю что сегодня пользовался вот такими классными ножами самура гольф удобная ручка это недорогие ножи но с прекрасной стали с прекрасней заточкой ты вообще классные по промокоду фреска вас ждут скидки огромное спасибо за компанию всем пока я жрать с неба класс